Всем привет! С вами снова я Настя. Да, снимаем на балкончике, потому что лето жара, а здесь хотя бы прохладненько. Это видео будет о сумке в самолет. Те, кто давно наблюдает за нами, за моим каналом, знают, что мы летим в Таиланд. Соответственно, так как вылет очень скоро, встал вопрос, что же брать с собой на борт самолета для Егора. Так что, если вас интересует, что же взять с собой в самолет для малыша, оставайтесь со мной дальше. И далее. Прежде чем вы начнете сыпать в комментариях, где же волосы, да, я их обстригла. Теперь я вот с короткой стрижкой. Не знаю, что это прибавляет немного возраста, может быть, что-то кумачишское. Но все надо в жизни попробовать хотя бы раз. Да и к тому же в Таиланде жарко. Настяже, отвлеклась? Поехали дальше. Итак, начнем с того, что в самолет, как все, мы берем с собой воду. Для малышей можно проносить с собой в самолет детскую питьевую воду. Насчет количества в основном говорят, что типа не ограничивают. В некоторых аэропортах могут проверить, попробовать на вкус. Ну, мало ли, вдруг вы там что-нибудь подмешали, водичку. Но я не беру большие тары. Мы взяли маленькие три бутылки фрута няни. В принципе, Егор пьет с паильника, поэтому я даже не заморачиваюсь. Мы возьмем с собой бутылки. Одну бутылочку под йогурт и один паильник. Потому что, я не помню, есть в Таиланде такие детские бутылки, либо нет. А так, без заморочек, фрута няни, маленькая упаковка. Если ваши дети пьют так уже, то рекомендую. Занимает очень мало места. Далее вопрос стал по поводу питания, еды. Молочка в Таиланде есть, но она все-таки специфическая. Там йогурты, как такового творога нет. Там есть адаптированное что-то творожное, скажем так, смесь. Это есть, я попробую дать это Егор. С собой молочку я решила не брать в самолет, потому что это нужно брать термосумку, класть ее из морозилки, лишние манипуляции, мне это не нужно. Просто Страйгвар покушает творожок, выпьет перед поездкой йогурт, и на этом его молочное питание московское закончится. Мы взяли с собой, я беру фруктовое пюре, фруктовое пюре самолет, количество 8 штук. Почему 8 штук? Потому что это удобный перекус, он в любом случае захочет кушать, и фруктовым, в принципе, быстро надоедается, сколько там у нас получается. Он с утра кушает, где-то в часов 12 может съесть две пачки такие. Поэтому выгодно, если вдруг что, можно подкормить. Также в самолет я беру одну рыбную упаковочку, сами с усами. Здесь семка с овощами по-царски. В чем плюс? Перед тем, как брать такие упаковки, я проверила, есть ли Егор такой пюре, либо нет. Мы обычно не бабушкиного кошка, но здесь у нас, видите, яблочко есть, поэтому вкус не такой прям сухой, более такой сладенький, и Егору нравится. Их удобно подогревать, их удобно брать с собой в чемодан, и банки не разобьются. Сразу говорю, для чемодана с собой мы берем мясное пюре в количестве, получается, 20 штук. Из них, по-моему, 6 штук, плюс вот это 21, короче, 21 упаковка мясных мы купили, 6 мясных, по-моему, кролик, 6 упаковок рыбных, и 6 упаковок этого овощи, молоко, бабушкиного кошка. Потому что все-таки стало, я знаю, что он ест это пюре, оно ему больше нравится, поэтому мы решили не рисковать, взяли побольше мягеньких упаковок и минимум в стеклянном. Еще добавлю, просто в Таиланде нету мясных пюрешек, а мясо Егор, как таковое, в свежем виде он пока еще не ест. Вареное, нет, макароны, булки, мяса нет. Из одежды я беру ему пижаму, видите, я уже сложила в рулончик, потому что так удобнее, она не так сильно мнется. Почему я беру ему пижаму? В одной пижамке он поедет, вторую пижаму я беру с собой на борт, если вдруг его переодеть, если он испачкается, еще что-то. Потому что пижама, она закрывает поясницу. Егор, когда спит, ворочается, у него все время открывается поясница. В самолете все-таки прохладненько, чтобы не надуло спину, я предпочитаю брать пижамку. Также, помимо этого, в сумку для самолета мы положили сразу флисовый комбинезон. Говорюсь, мы летим через Забудаби. Те, кто летали, знают, что в их аэропорту очень-очень холодно. Очень сильно работает кондиционер, поэтому, чтобы не усложнять, мы берем один флисовый костюмчик. Возьмем, наверное, я не знаю, либо жилетку, либо куртку, все-таки еще подумаю. И спортивные штаны. И одну толстовку. Это, чтобы он не замерз. А так вот, флисовый костюм, в принципе, нормально, тепло, удобно. Из флисового мы берем с собой плед детский. Он очень большой, маток, и я тут, честно скажу, можно в два слова обматываться. Почему беру отдельный детский? Потому что это постиранное, это свое, оно мягкое. Егору пригодится, если что, в торговом центре, в метро, если он будет спать, в коляске. Не придется напрягаться, скачем его укрыть. Поэтому флисовый плед рекомендую брать с собой сразу. Также успокоительное, это соска. Мы до сих пор совсем соску, я считаю, это нормально. Потому что год один месяц, это еще путево. Один нюанс. Соски у нас уже от 6 до 18 месяцев, по-моему, или от 12 до 18. Это соски Авент. Они светящиеся, фосфорные у них ручечки. Что удобно сомолиться, когда створки опущены, когда у вас ночной перелет, либо в позднее время суток. Вы найдете эту соску, если он ее, по крайней мере, выбринет, либо уронит. Потому что с обычными сосками такое не прокатит. Так что рекомендую брать вот такие светящиеся, чтобы вам было удобнее найти ее в темноте. Ну и, по крайней мере, ориентироваться, как ваш ребенок спит, не спит, сосет, не сосет ее. Далее, ребят, по поводу, скажем так, уходового. Мы с собой берем ему две пеленки. Потому что это такое... Мне не сказали, что у нас ходовой товар. Товар. Ну, он не так часто писывает пеленки, поэтому я взяла с собой всего две. Все остальное, это может быть тут уже в Си, в Таиланде это не проблема. Также мы берем подгузники. Мы хотели взять трусиками памперс, но, к сожалению, лоханулись. Именно лоханулись. Мы взяли упаковку. И только потом, уже когда пошла домой, открывая, понимаю, что это, блин, не трусы, это подгузник. С подгузником чуть тяжелее, потому что придется класть его, уменять. С трусами проще. Сняла, делала новую и все. Ну, ничего, помучаемся. И также одну упаковку больших влажных салфеток. Зачем она? Если он покакает, убрать все это дело быстренько и просто аккуратно сполоснуть попу. Ну, чтобы не мучиться там над раковиной. Ну, и также протереть все рядом. Вытереть после пюре. Одной упаковки вам будет просто за глаза. Если что, опять же, по прилету в Бангкоке все это можно купить в Биг Си. Подгузники я беру 10 штук в самолет. Почему 10? Потому что, ну, все-таки он писает, вдруг он покакает. Это получается сразу смена. Обычно в полет уходит два раза, поэтому два подгузника сразу уйдут в утиль. Поэтому, не знаешь, сразу чистый он испачкает, либо нет. И, ну, вдруг там, не знаю, когда одевать буду, он описывает его. Это на всякий случай. Потом в дальнейшем у меня есть еще пару штучек в запасе. И дальнейшую покупку мы уже планируем в Бангкоке докупить подгузники, либо именно на Пхукете. Это все тоже дешево. Ну, как дешево? Относительно дешево. Вот. И не проблематично. Там есть наши размеры. Те же самые муни, мэрисы, гуны. Как там. Так что все под контролем. И последнее, что я хотела вам показать, это развлечение. Ну, вообще, многие пишут, что типа в самолете не доставать свои игрушки вначале, книжки, это все на потом. Нужно развлекать тем, что под рукой. Это шторки, столики, журналы, примень безопасности, все, что рядышком, все подойдет. Пластмассовые стаканчики, кстати, обожаю с ними играть. Поэтому рекомендуют сначала поиграть все, что рядом, а потом уже переходить на свои игрушки. Здесь я вам сейчас не покажу планшет, но мы купили специальные Егорки на день рождения планшет. Сейчас скажут, а он же маленький, зачем так рано? Это все для самолета, потому что там можно будет включить мультики, которые он привык смотреть. Там есть книжка электронная, которую можно полистать, послушать. Есть какие-то кигры, которые просто понажимать, там тот же самый говорящий код, развлечение, побить его ладошкой. Это легко, просто и помогает родителям, когда уже не знаешь, чем занять ребенка, чтобы он, по крайней мере, не таскал ваш телефон. А помимо этого мы возьмем с собой игрушку самолетик. Я просто еще не подобрала маленького размера, поэтому, к сожалению, показать ее не могу. Но мы взяли еще две книжки и одну дрель. Сейчас вам покажу, почему. Покажу вам дрель, это такая, видите, игрушечная. Она издает звук. Егору нравится, тому же она зертится, крутится. И у нее есть второй режим, это музыкальный. Короче, это развлечение, это новая игрушка, он еще пока ее не видел. Покупали мы ее, кстати, по-моему, в магазине ОК. Стоила она в районе до 400 рублей. Считаю, это дешево и весело. Ну, по крайней мере, мне точно нравится. Я понимаю. Надеюсь, мы не достанем соседей этой музыкой, но почему бы нет? Ребенку хотя бы весело. И последнее, это маленькие книжки. Я хотела купить книжку у Клевера, здания, но у них там кибер-понедельники. Короче, кибер-дни, когда заказов очень много. И, ну, как получается, чтобы получить посылку, нам бы пришлось очень много ждать. Скорее всего, она бы пришла, когда мы уже уехали. Поэтому мы решили сходить в наши книжные, посмотреть, что есть. И как-то заходили в центр обувь. А там распродажа. Там появились детские книжки. Там есть какие-то игрушки, пластилины. Но мы решили, почему бы нет, почему нет. Вот оно. Итак, это книжка про лягушку. Она небольшая. Здесь картинки. Маленький такой рассказ. И самое веселое, это можно нажимать, ставить, она будет подпрыгивать. Дикольно. И вторая книжка. Яков, конечно, ее уже посмотрел. Как видите, он ей ногу подорвал, пытался съесть. Но он не видел полностью содержание этой книги. Он видел только вот обложку. Поэтому мы возьмем ее с собой. Она тоже миленькая, постельная. Посмотрим. Я, может, возьму еще одну книгу. Но лучше взять игрушки. Потому что к книгам он как-то средненько относится. Вроде бы все. Да. Пожалуй, на этом все. Это все основное, что будет в детской сумке. По поводу документов могу сказать так. Я считаю, что не нужно делать отдельное видео. Потому что, по крайней мере, если вы из России, из Москвы, вам для прохода контроля нужны лишь ваши паспорта загранные. Для экрана паспорта ребенка. Если у вас старого образца, то у вас ребеночек в клеен. У нас же с мужем новые паспорта. И у нас для Егорки отдельный детский паспорт на 5 лет. И помимо этого обязательно свидетельство о рождении. Ну и страховка. И билеты. На этом, пожалуй, все. Пишите, пожалуйста, что вы брали в самолет. В каком количестве. Что вам пригодилось, что не пригодилось. А, забыла. Самое важное. Мы берем с собой в самолет мазь от зубов. Холесал. Потому что, во-первых, она успокаивает десну. Во-вторых, если уж он не захочет просто брать соску, я намажу ее и всуну ее. И, соответственно, Егор будет есть эту соску сосать. И никаких вопросов на взлетие посадки не будет. На этом, пожалуй, все. Всех люблю. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...